Всем доброе утро! Всех защитников Отечества с праздником! А у нас прекрасная питерская погода. Вчера было сухо, сегодня всю ночь шел снег, и вот, пожалуйста. Да, это сторис про то, как питерская погода всерьез отнеслась к тому, что соревнования будут по сноубордингу, и совсем забыла, что у нас сегодня дрифт-шоу, и навалило нам снега в полную площадку. Пытаемся расчистить. Сейчас будем чистить, да. Ну, на самом деле, шутки шутками, автоспорт в опасности, потому что мы планировали, что площадка будет мокрая, и взяли летнюю резину. А площадка сегодня неожиданно стала зимняя, и лед не до конца удалось очистить. Короче, в итоге мы сейчас с помощью Сереги Стилова, спасибо ему огромное, нашли ребят, у кого можно быстро купить зимнюю резину. Сейчас поедем покупать ее, шиномонтажить и врываться обратно. Мероприятие у нас начнется, ну, мероприятие вообще здесь начнется с 12, а у нас там дрифт-шоу начинается в 16-15, поэтому должны успеть. Короче, как всегда. Весело. Все, сняли колеса, сложили. Так без нас не начинает, ребята, мы скоро. Помчали. У вас, возможно, возникает логичный вопрос. Наверняка в феврале нужно было сразу ехать на зимней резине. Но вчера вот мы здесь с вами ехали по абсолютно сухому асфальту, и на площадке допускался у нас мокрый асфальт. Реагентом должны были снять мы лед, и все должно было быть по-мокрому. Соответственно, на зимней резине по-мокрому ехать не сильно кайфово, поэтому поехали на летний. Бы поехали, если бы не сегодняшний катаклизм. Короче, вот такой. А вот, собственно, Андрюха. Андрюха, это у нас главный по всем вот этим огромным колесам, дискам, которые нашел нам в Питере за буквально 10 минут сразу же в наличии. Никита, обижайся. Прости, прости. Нам просто казалось, что это нереальный квест. Реальный. И Хакка 8. Пусть будет у вас зацеп нормальный. Аминь. Спасибо тебе, Андрюха. Автоспорт спасен, надеюсь. Ну, на самом деле, ребята, действительно очень... Андрюха нам сказал, что он не отпустит нас, пока не отбалансирует колеса на своем станке, в котором есть еще и фишки балансировки с... Ховекой. С Ховекой. Я вот, наверное, не знал, что это такое, Андрюха мне объяснил. В общем, ребята очень гостеприимно все сделали. Все, резину собрали, парни все оперативно сделали, и мы стартуем обратно. Андрюха, спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Выручил. И очень приятное знакомство. Взаимно. Взаимно, Никит. Что вы знаете о подготовке площадки по дрифт зимой. Выжигаем лед. В прямом смысле слова. Стараемся максимально подготовить. Но вопросы есть. Пока готовят нашу дрифтовую площадку, пытаются спасти ее от стихии, покажу вам, что еще есть на этом мероприятии. Здесь лаундж-зона Тойоты. Во всяких интерактивных штуках представлены функции машины. Типа там по камерам 360 надо собрать слово. А вот, да, ты попал в сториз, черт возьми, и загораживаешь мне то, что я показывал. А вот у нас Кирюха тут главный по фоткам. Потом нужно в RAV4 сложить, правильно сложить все оборудование, велик, сноуборд и серфинг. В той камере нужно там правильно прочитать зимний пакет. Ну, в общем, короче, есть чем заняться ребятам. Вот. Самая основная площадка непосредственно соревнований по джимингу находится вот здесь. Она еще не, мероприятие еще не началось. Уже практически все готово. Да, что огромное спасибо организаторам. Ну, ребятам-то снег на руку. Знаешь, кто это? Это Коля. Совершенно разные трюки, они по-разному оценивают. Ребят уже начинают раскатываться. Народ уже потянулся. Но вот если касаемо стандартных сейчас, которые ребята делают в Сифт-Анкете, это точно так, что в порядке. А может, зря мы шипы-то одели, а? О, лидерская погодка! Народу уже много потянуло. Находимся мы тут на мероприятии. Тойота Пужный Лимит. Да, и снова у нас встреча с этим самым человеком. Кому-то я запорол сейчас историю. Да я снимаю просто... Замарашечка ты моя! Вся грязная! За один проезд вот такие стекла становятся. В общем, мы тут катаемся, все нормально, народ кайфует. Но площадка, как видите, делает из машины чудовище. За несколько проездов. Чтобы вы понимали, вот так вот видно из машины. Видите? Это просто за пару проездов. То есть стекла закидываются сразу же полностью и ничего не видно. Это Телфан 270. Егор Мамайев пристреливает с краев. Пожалуйста, очень внимательно. Хочется против быть оператором, потому что... Телфан 270.